девчонки и ребята всем привет добро пожаловать на наш канал и и сегодня я к вам с новым видео мотивация готовка уборка в общем всего понемножку поход в магазин а какие у меня на сегодня цели задачи по дому первое это убраться в детских комнатах разобраться со стиркой и с сухими чистыми вещами затем нужно привести в порядок полы пропылесосить и также сходить в магазин купить продукты и хочу приготовить вместе с вами вкусный очень быстро готовлющийся ужин для детей для себя такой семейный ужин и очень очень важно нужно сегодня повыводить пятна почистить кастрюлю раковину потом нужно помыть плиту в общем дел накопилось и я хочу выполнить все эти дела вместе с вами смотивировать вас на какую-то уборку дать вам очень классные и работающие лайфхаки и рекомендации и поделиться вкусным рецептом я надеюсь это видео вам понравится так что давайте начнем и первое с чего я хочу начать это поменять постельное белье в нашей спальне нужно снять полностью все постельное белье наволочки также простыни в общем все 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 и я сразу его закидываю в стиральную машину включаю стирку и заодно включаю режим сушки и как раз часа через три постельное белье будет чистое сухое можно будет уже его застилать и вечером лечь спать уже чистое свежее белье я так делаю здесь уже наверное сколько мы здесь живем в этой квартире третий месяц вот но скажу я вам что не всегда это удобно это в принципе удобно но иногда такая лень в конце дня если этого не сделать как только высушилась белье оставить на потом потом вечером очень лениво все это застилать поэтому я наверное все таки приобрету второй комплект постельного белья так как я говорила ранее в других роликах что у меня один комплект его просто стираю сушу и сразу застилаю вот поэтому наверное я приобрету еще один чтобы когда я снимаю грязное сразу надевать чистое застила чисто постельное белье следующий этап это анечкина комната там у меня накопилась гора чистой одежды а я это все дело перебираю раскладываю все по своим местам ну и затем уборочка такая небольшая просто разложить все игрушечки по местам чтобы все было аккуратненько и чистенько в ее комнате изначально вся эта гора была на пеленальном столике потом перекочевала на пол я раскладываю все вещи постельное белье убираю под кроватку в ящик кофточки вот как раз обнаружила что есть вещи которые нужно убрать в стирку они уже не не такие свежие так как все перемешалось плюс анечка тоже любит ходить все бросать раскидывать в общем смешались вещи постараюсь что в следующий раз у меня такого не было снова перебираю бодики складываю в отдельную стопочку кофточки в отдельную и колготки в отдельную стопку опять словила себя на мысли что не привезла из испании дополнительные плечики потому что появилась еще одежда у анечки и подарили на день рождения комплекты и хотелось бы чтобы они красивенько висели в шкафу и закончились плечики поэтому нужно себе сделать заметку привести из испании из дома обязательно теперь раскладываю все по своим местам вещь которую на повесить повесила колготки мне в первом ящике находятся штанишки во втором в третьем у меня бодики кофточки хлопковые с коротким рукавом и с длинным рукавом все это по стопочкам разбираю но понимаю что анюта подросла и нужно делать ревизию в шкафу нужно перебирать и убирать маленькие вещи следующий этап нужно достать все книги из-под кроватки разложить все игрушечки которые она разбросала в общем привести все в порядок также у нас появилась новая классная такая вот колясочка деревянная которую ваня собрал пока я разбирала вещи и туда я хочу убрать все но практически все ее куколки которые у нее есть и у нее уже появились куклы сосками с бутылочками затем постель кроватку я убираю мешок спальный пледик воспитан с этой куколкой и у нее там еще соска а есть потому что мы сейчас убрали ночные кормления соска нам помощь и теперь осталось мне почистить вот этот кресло качалку на нем любит спать пума когда нас нет и собирается много шерсти я беру просто влажную тряпочку вот так вот протираю и потом пальцами очень хорошо скатывается собирается вся шерсть и потом дальнейшем можно еще и пропылесосить все анечкина комната порядке порядок наведен галочка выполнена я пожалуй займусь кухней на кухне нужно помыть плиту раковину кастрюлю и вообще протереть все поверхности я разбираю посудомойку раскладываю всю кухонную утварь по местам тарелки на открытые полки также столовые приборы у нас выдвижном ящике посудомойка хоть и маленькая 45 сантиметров всего но вы знаете хорошо мне нравится помещается единственно что вот кастрюли сковородки лучше мыть вручную тогда больше посуды влезет единственное что я сейчас понимаю что я сейчас все намываю убираю а потом приду и буду готовить и опять это все будет грязно опять нужно будет мыть кухню на самом деле это так печально я каждый раз за собой наблюдаю до замечаю что я вымываю всю кухню я думаю многие так делают сначала все убирают смотрят любуются красивой чистой кухней и потом по новой ну а теперь займемся мытьем раковины она у нас квадратные забивается грязь ссор в углы мыть очень удобно а на помощь мне приходит мой ребят я просто беру средства засыпаю и в углы и так просто по всей поверхности в комплекте идет мерная ложечка что очень удобно достал насыпал также мне нужно помыть коврик на котором высыхают посуда когда мы моем и вот маска моя кастрюля в которую меня подгорел и рис и не отмывается вообще никак ничем а вот мой ребят вы сейчас увидите это просто магия насыпаю ложечку внутри и так как я насыпал уже в саму раковину средства вот я все буду замачивать заливать кипятком саму кастрюлю и вообще во всю раковину таким образом у меня начнет действовать средство и будет разъедать вымывать вычищать все эти пятна и раковину и коврик и саму кастрюльку вы только посмотрите уже видно какая грязная пена вот вы видите видите эту желтую пену уже выводятся пятна и вот смотрите еще вода уже грязные я еще отдельно делаю раствор себе в чашечке и пока у меня стоит кастрюля и все остальное мокнет я оставлю минут на 15-20 наверное где-то тем временем я займусь плитой она тоже у меня грязная и я просто беру раствор и мочалочкой прохожусь промакиваю все какие-то загрязнения что-то очищаю это же в дальнейшем оставляю на какое-то время чтобы этот раствор подействовал и как бы разъел вот всю грязь которые есть на плите это так классно что не нужно прилагать практически никаких усилий видно как грязь вся отходит сама собой малейшее прикосновение вот совсем немножко я тру это если оставить это на время вот как я сделаю дальше то можно вообще не прилагать никаких усилий грязь сама отходит и и плита будет просто идеально чистая прошло время я просто убираю все тряпочкой мокрой прохожусь еще раз чтобы смыть все остатки и вы только посмотрите на результат плиты она просто идеально чистая ее натирающая сухим полотенчиком чтобы она блестела и вуаля никакой химия а плита чистая прошло уже время и теперь смотрите смотрите на эту кастрюлю я не тру вообще ничего шеньки я просто смыла средства и под проточной водой ополоснула эту кастрюльку вы посмотрите какая она чистая смотрите но прям не отошло но я беру губочку и слегка прохожусь и все отходит все дно идеально чисто как будто кастрюлю только купили только распаковали и и вообще еще не пользовались просто небо и земля также классно отходят пятна и на коврике это пятна ржавчины между прочим и я вот так вот легонечко прохожусь и все идеально вымывается и как блестит раковина я просто не могу нарадоваться вот наглядно видно какой результат после этого средства просто я у меня нет слов все чистенько и нет никакого химического запаха прям класс я хочу сказать что мой реббит это универсальное средство которым можно вычистить все в доме не только вывести пятна с одежды но и вымыть абсолютно все и технику и посуду как вы уже видели на моем примере также это средство подходит отлично для детских вещей потому что она гипераллергенная она не содержит химических отдушек нет тестируется на животных это супер средство которое я могу постоянно рекомендовать потому что она реально работает мой ребят заменяет просто килограммы химии поэтому я обязательно оставлю ссылочку в описании под видео обязательно заказывайте и не забудьте подписаться на инстаграм ребят потому что там выходят очень классные лайфхаки способы применения как этим средством можно отмыть ковер диван мебель ну в общем все в доме поэтому очень интересная страничка и есть что оттуда подчеркнуть и взять на заметочку повторюсь все ссылочки в описании под видео теперь переходим в комнату вонюшки здесь не все так страшно но опять же таки нужно разобрать чистые вещи нужно рассортировать потому что он сам раздевается бросать все в кучу и какие-то вещи все таки нужно снова отправить стирку а какие-то разобрать разобрать чемодан с которым мы ездили домой в испанию убрать все вещи и я привезла также рубашку сюда и жакетик пиджачок это все нужно погладить потому что в скором времени мы едем на день рождения я хочу чтобы он поехал красивый и нарядный поэтому привезла это все сюда убираю игрушки на самом деле он у меня молодец ничего особо не поразбрасывал какие-то мелочи и в принципе у него в комнате чисто то есть это так для для него было чисто до для меня чисто после у меня на сегодня еще осталось разобрать стирку стираю я здесь много машинка маленькая большие большие объемы вещей не стираешь не посушишь ну как бы привыкаю к новому чему-то но все-таки в испании намного удобнее большими партиями можно стирать стирать сушить сушить вот здесь нет и и вот меня ждет небольшая гора на диванчике которое нужно разобрать и желательно сразу же разнести все по своим местам потому что у меня есть такая нехорошая привычка я разобрать вещи-то разоберу но потом все никак не донесу не и не уберу донести донесу но никак не уберу в шкаф каждую вещь в нужный ящик не знаю в чем у меня проблема но вот бывает у меня нахлынула такая лень что разобрать разобрала разнести разнесла а разложить не разобрала и потом накапливается целая куча вот как вы видели в аниной комнате и все по новой вот ну что мы преодолели эту кучку разнесли все по местам и это конечно замечательно еще один пунктик можно убирать из списка дел а мы продолжаем отправляемся теперь в магазин но перед этим я включу нашего жорика мы привезли из спании наш робот пылесос который ему не помогает очень сильно пока я буду ходить в магазин за продуктами он у меня про пылесосит везде также у него есть влажная уборка можно управлять им через приложение если вам интересно я в последующих роликах могу поподробнее о нем рассказать а сейчас просто включаем единственное что я убираю игрушки с пола чтобы он нигде их не засосал не съела нигде не застрял ну а со всем остальным он отлично справится плюс про про пылесосит мне ковры тоже хорошо проходится и таким образом будет сделано два дела вместе и закупятся продукты и пол будет чистый к моему приходу и так в магазине мне нужно было взять фарш я буду сегодня готовить детям макароны с соусом аля баланьеса я на свой манер приготовлю вам покажу но а нам с мужем буду готовить фаршированный лук в соевом соусе это безумно вкусно ребята если вы любите азиатскую кухню и любите лук и мясо то обязательно обратите внимание на этот рецепт потому что он действительно невероятно вкусный мой муж обожает это блюдо я уже не раз его готовила и оценили все также для этого рецепта нам понадобится еще большой тук прям большой возьмите большой кругу большую кругу луковицу или несколько можете для начала для пробы приготовить совсем небольшую порцию чтобы понять нравится вам или нет а потом уже когда распробуете поймете что этот рецептик дельный что он классный тоже можно сделать большими порциями первым делом я начну готовку для детей смотрите беру болгарский перец красный сладкий беру зеленый сладкий перец лук сельдерей морковка нарезаю все довольно меленьким кубиком для того чтобы анечка могла кушать ну и и вонюшки удобно тоже а в соусе чтобы были вот овощи так меленько нарезаны я нарезаю все стараюсь одним размером насколько это возможно и отставляю эти продукты в сторону теперь займусь луком я уже почистила лук для нашего блюда его нужно до середины разрезать и я кладу его в кастрюльку заливаю водой ставлю на плиту пусть он варится тем временем займусь фаршем мне нужно отделить часть фарша для детей я сразу перекладываю в кастрюльку в которой буду готовить соус для них поэтому сразу же перекладываю отправляю кастрюлю на плиту добавляю немножко оливкового масла и так как это блюдо будет кушать а не тоже то я стараюсь чтобы мясо не жарилась а томилась тушилась поэтому готовить я его буду под закрытой крышкой таким образом сок будет выделяться у мяса и сохраняться и не будет мясо жарится прям зажариваться а будет грубо говоря тушиться теперь я возвращаюсь к фаршу который для нашего блюда добавляю специи это соль чеснок сухой черный перец и сухая аджика это смесь различных приправ трав очень вкусный приятный аромат у этой специи я просто ее обожаю добавлять в мясо затем все тщательно перемешиваем я больше ничего не добавляю ни яиц ничего в принципе можете добавить горшточку круглого белого риса если хотите но я этого делать не стала вот все фарш готов оставляем его в сторону смотрите мяско уже плюс-минус уже готова для детей я все тщательно перемешиваю и после этого можно принципе добавлять овощи которые мы уже ранее нарезали все перемешиваю тщательно чтобы все было однородным чтобы было красиво аппетитно вкусно затем я добавляю томатную пасту точнее в моем случае это томаты томатный соус такой обжаренные оперированные томаты это очень вкусная такая заправка она уже имеет какие-то специи и перемешиваю также добавляю немного воды чтобы такая прям соус подливка получилась как видите я не добавила ни соль ни перец никаких специй потому что аня у меня еще пока что на таком довольно пресном питании я оставляю под крышкой тушиться на среднем огне а вот когда уже будет готова кстати лук у меня уже бурлит он уже готов и сейчас я его просто вынимаю на тарелочку убираю в сторону и в этой же кастрюльке я поменяю воду луковую воду выливаю добавляю свежую немножко подсаливаю и буду готовить макароны для детей аня макароны у меня очень любят что один что второй но я стараюсь раз в неделю на максимум два раза в неделю делать готовить макароны а все-таки раз разнообразие чтобы было в еде вот соус проверяю готов смотрите часть соуса для они убираю в отдельную посудину это без специй без соли без ничего а вот в оставшиеся я уже добавляю соль перчик немножко чесночка сушеного немножечко аджики сухой все это перемешиваю еще раз кипячу и детям еда готова смотрите что я делаю дальше что делаю с луком лук нужно разобрать на вот такие вот кольца вот их мы и будем фаршировать смотрите берем фарш я это делаю все руками и заворачиваем в каждый вот этот вот слой и получается такие фаршированные луковицы пленочка если вдруг вас это вот попадается противно еще можно убрать и продолжаю так начинять каждую 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 вот эту луковую боже меня если честно слюни потекли это так вкусно я не могу вам просто передать через экран жалко что еще техника не дошла до того чтобы передавать через экран ароматы если вы любите лук вам точно сто процентов понравится это блюдо дальше лук отправляем жарится на оливковом масле на плиту и когда вот появится корочка мы все это дело переворачиваем чтобы обжарить его с другой стороны и затем добавляем куриный бульон если его нет ничего страшного можно добавить просто кипятка добавляем соевый соус это обязательно его ничем не заменяем вот так вот двигаем чтобы у нас ну каждая луковичка была в соусе добавляем мед обязательно добавляйте мед он придаст вот эту вот нотку сладости соус терияки я его обожаю тоже добавляем сверху и посыпаем кунжутным семечком у меня черные и белые накрываю крышку и тушу практически до выпарения всего соуса тем временем накрывая на стол я сделала свежий салатик сыром фета и хлеб какие-то у нас закусочки морковка по-корейски накрываю уже тарелочки с едой для детей столовые приборы принципе все как обычно накрывая на всю семью и лук уже готов смотрите я сервирую уже в тарелочки немножечко разворачивается но старайтесь аккуратнее брать чтобы не развернулась начинка это для вани он любит побольше и поливаю сверху вот этим вот густым соусом который получился по итогу и этот лук божественно пахнет это нереально вкусная супер аромат и сейчас я вам покажу как выглядит лук в разрезе мясо приготовилась мясо мягкое вкусно повторюсь что можно добавить и внутрь рис тоже будет классно я думаю тоже будет хорошо но и зову всех за стол чтобы все уже садились кушать надеваю анюте слюнявчик она кушает сама я по итогу ей потом помогаю если нужно вилочкой уже соус доедать а так она кушает все сама пока что руками я не переживаю на этот счет потому что в дальнейшем научиться кушать ложкой как и ванюша так что всем приятного аппетита а у нас вот такой вот замечательный семейный ужин мы стараемся кушать и ужинать все вместе без телевизора без мультика без фильмов общаться потому что кто как не мы родители будем прививать полезные и правильные привычки своим детям если не мы так что приятного аппетита ну и на этом ребята я буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось это видео дайте мне пожалуйста знак что вам такие видео нравятся оставляйте комментарии пишите свои сообщения ставьте лайки этому видео огромное спасибо что были со мной до конца увидимся очень скоро в следующем видео и всем адьёс